Новая подземелье дуальность стала доступна в пятницу тем игрокам, которые нашли способ приобрести сезон или покупали королеву-ведьму в делюкс издании. В этом видео я расскажу об основных механиках данжа, пройдусь по его этапам и поделюсь советами к прохождению, а также расскажу, что вы можете сделать, чтобы увеличить свой шанс на получение экзотической награды дуальности Мича Тень Сердца. Итак, чтобы начать свой первый заход в подземелье, вам нужно сначала поговорить с Хоторн в башне и забрать у неё квест, после чего иконка с запуском активности появится на заброшенном Левиафане на Луне. После начала вы попадёте в первый зал и знакомитесь здесь с основной механикой, которая будет вести вас в течение всего прохождения. Стреляя в светящийся цилиндр, он тут будет называться колоколом, вы переключаетесь между двумя измерениями, кошмаром и реальностью. Главное помнить, что они могут значительно отличаться в своей геометрии, и если вы твёрдо стоите на какой-нибудь платформе в одном измерении, не факт, что после переключения эта платформа не пропадёт из-под ваших ног. Что ж, в первом зале, поскольку он как раз знакомит нас с переключателями измерений, всё просто, лезем наверх, переключаем залы и продвигаемся дальше по подземелью. Вскоре вы окажетесь в комнате с первым этапом, битвой против кошмара Галрана. Когда начнётся этап, стреляйте в колокол и перемещайтесь в мир кошмаров, где бегает Галран. На обоих концах арены находятся два колокола, по обе стороны от которых расположены комнаты. Когда вы попадёте в кошмар, пусть один человек убьёт всех появляющихся панамарей. Это жёлтые кабал, охраняющие колокола. Пока они живы, колокол не активен. В это время два других игрока проверяют боковые комнаты по обе стороны от колоколов. В двух из четырёх комнатах будет стая собак и псион-знаменосец. Убив этого псиона, вы заспауните знамя, которое нужно будет подобрать около входа в комнату. Все эти знамёна обозначены как чаша, солнце, собака или топоры. После подбора в левой части экрана появится баф с надписью, сообщающей о том, какой у вас на руках флаг. Это на случай, если вдруг забудете. Как только оба игрока заберут по флагу, бегите к колоколу и возвращайтесь в обычный мир. Здесь появится больше врагов, а около двух из комнат на полу появятся белые светящиеся символы, соответствующие тем, которые знамёна вы подобрали. Например, если вы нашли топор и сердце, вам нужно поместить их на соответствующие символы, и это откроет дверь возле этого символа, где появится ещё стая собак и колосс. Зачистите комнату, после чего два игрока разбегаются по обе комнаты, а третий может остаться в центре или пойти вместе с одним из других игроков в комнату, тут как хотите. Главное, зачистите перед этим панамарей, чтобы колокол стал доступен для перемещения. Распределившись по комнатам на двух сторонах, стреляйте в колокол, чтобы вернуться в мир кошмаров, и убивайте появившихся вокруг вас видения Галорана. По обе стороны нужно убить все видения, чтобы началась фаза нанесения урона, но они не сильно потные. Просто идите по пути, зачищая комнату, и убивайте все появившиеся видения Галорана, пока не дойдёте до конца, где откроется дверь, ведущая в главный зал. Собирайтесь в центре, и наконец-то наносите урон по боссу, по Галорану побольше. Лучше всего подходят ракетницы, мечи, или ульты вроде солнечных охотников с веером клинков. Главное, во время дамаг фазы, следите за таймером коллапс кошмара в левой части экрана. Прежде чем он истечёт, собирайтесь у колокола, и успейте вернуться в реальный мир. Для этого, кстати, и можно было оставить одного игрока на центре, чтобы он заранее подготовил колокол и убил охраняющих его пономарей. После возвращения в реальный мир, повторяйте процесс, пока не добьёте Галорана. Помните, что время этапа не ограничено, так что если вам понадобится дополнительная фаза урона, это не будет проблемой. После этого этапа вас ждёт череда прыжков по платформам, довольно стандартного уровня бесячести. А после него вы окажетесь в большой комнате с колоколом в центре и четырьмя статуями кабал с топорами, которые смотрят в разные стороны. Тут всё просто. Собирайтесь около колокола, перемещайтесь в кошмарное царство и подойдите к основанию статуи, чтобы найти циферблат с головой Калуса. Взаимодействие с ним заставляет статуи в реальности вращаться. Один поворот вращает статую на 90 градусов против часовой стрелки. Так что просто сделайте так, чтобы все статуи в реальном мире были направлены к центру. В этой же комнате на балконе, кстати, вы можете найти первый секретный сундук. Следующий этап довольно простой, хоть и большой. Главное, к чему тут нужно быть готовым, к быстрой зачистке очень большого количества врагов. Так что рекомендую выбрать соответствующее снаряжение и суперы на зачистку. Как только вы начнете этап, куча врагов наводнит комнату со всех сторон, включая мини-босса, которого вы пока не сможете даже задамажить. На полу появится два символа, снова что-то из чаши солнца собак или топоров. Отстреляйте хоть часть мобов, чтобы не было так душно, но главное, убейте панамарей, которые появляются под лестницей, на которой расположен колокол. После того, как они будут убиты, всего их четыре, перемещайтесь в кошмар и отправляйтесь в зал, соответствующий нужному символу. Мы при первом закрытии ориентировались по памяти, но в залах на стенах есть подсказки с обозначением символов. Найдя комнаты, они такие на верхних ярусах кошмара, с соответствующими символами, убейте там всех врагов, потом колосса на верхних ступенях и появившегося на его месте знаменосца. Заберите знамя и вернитесь к колоколу, чтобы перейти в основной мир. Внесите знамя с символом соответствующий спот в центре зала, и теперь мини-босс станет восприимчив к урону, и он довольно легкий. Так что просто очистите мелочь, убивайте этого мини-босса и повторяйте процесс еще два раза. То есть всего вам за этап понадобится убить трех мини-боссов. После этапа вас ждет очередной платформер с прыжками и переключением измерений, а в комнате с гигантским саркофагом, вот в этой, не забудьте заглянуть под него, там есть еще один скрытый сундук с наградой. После, двигайтесь дальше, к финальному этапу. Добро пожаловать к финальному боссу. Механика этапа та же, что и на протяжении всего подземелья, только мобов больше и, соответственно, больше суеты. Когда начнется битва, появится просто тонна врагов, поэтому сосредоточьтесь на их быстром убийстве. Не пытайтесь пережить толпу просто на волевых. Но все же, не забывайте про оружие и суперы на урон, ведь это все же этап с боссом. Урон-покаятль нужно будет вносить серьезный, так что подойдут ракетницы, мечи, горстка пепла, букса, все вот это вот. Чувствую, пора делать видео с метой этого сезона. Как и на предыдущих этапах данжа, два символа появятся по обе стороны комнаты, возле больших цепей. Также появится шесть панамарей, два в центре, два справа и два слева. После того, как они будут убиты, найдите балкон с тем же символом, что и один из символов на полу. Два игрока распределяют между собой, кто какой символ берет, и каждый может заранее встать на соответствующий балкон. Они подписаны символами сверху, а третий игрок остается в центре. Выстрелите в колокол, чтобы перенестись в царство кошмаров. Рядом с людьми на балконах появятся псионы-знаменосцы. Убейте их как можно скорее и соберите флаг. Тут также будет масса врагов. Помогайте с их чисткой третьему игроку. Особое внимание обратите на панамарей и колоссов. Я бы вообще советовал почистить мобьё сначала, прежде чем брать знамена. Так вы сведете на минимум риск потерять подобранный символ. Хотя, не забывайте про таймер, он отображается слева, так что особо тут тоже не разгуляешься. В общем, к этому надо привыкнуть, честно говоря. После того, как колокол станет доступен, вернитесь в реальный мир и вложите знамена в нужный символ. Вам нужно будет повторить весь этот процесс еще раз, чтобы в общей сложности было использовано 4 знамени с символами. После того, как все 4 знамени будут помещены в соответствующие платформы, цепи в центре зала начнут светиться красным светом. Выстрелите в них, и это спровоцирует удар в гигантский колокол. После чего, все вернутся в царство кошмара, где начнется фаза урона по боссу. В вашей команде нужно будет убить всех хранителей колоколов в комнате. В первую очередь, тех, которые находятся у колокола, к которому направится кошмар Каятль. То есть, после перемещения, смотрите на нее и реагируйте в соответствии с ее направлением как можно скорее. Колокола всего здесь 3, средний, левый и правый. Так что, если она бежит направо, вам нужно очень быстро убить всех панамарей справа, а затем встать всей командой рядом с колоколом, это важно. Подпустите Каятль ближе к колоколу и выстрелите в него, чтобы он зазвонил и оглушил босса. Это даст вам баф, и вы сможете нанести ей больше урона, прежде чем она очухается и попытается сбежать, воспользовавшись другим колоколом в комнате. Повторите этот процесс оглушения и урона еще 2 раза. Обратите внимание, что если вы не будете находиться рядом с колоколом, когда он зазвонит, вы нанесете Каятль только 10% от возможного урона, потому что бафа у вас не будет. Отсюда так много нарядите вопросов о том, а что такое с уроном по Каятль, почему я не дамажу. Если вы зазвоните в колокол, когда Каятль далеко, она не оглохнет, и соответственно фаза урона не будет, она сразу побежит к другому колоколу. А если вы не успеете в него зазвонить вовсе, она просто сбежит, и вам нужно будет заново активировать фазу урона. После трех фаз урона вы вернетесь в основной мир, и все нужно будет повторить. В идеале вы убьете Каятль за 2-3 круга, после чего подземелье будет пройдено, а вы будете награждены финальным сундуком. Главная награда за данж, экзотический меч Тень Сердца, который падает случайным образом. Мне он упал на втором прохождении после того, как я собрал все части лора и прожал соответствующий триумф в печати подземелья. Это повышает шанс получения экзота, новая фича такая. Так что советую отыскать все фрагменты как можно скорее. Я собрал вчера все благодаря зоркой команде, и думал сделать видео со сбором утром, но эзотерик уже выложил отличный гайд, пока я спал, так что советую воспользоваться его руководством. Ссылку на видео приложу в описании. На этом у меня все. Из ближайших видео будут обзоры на этот самый меч, на экзот Чужак, и видео с общими впечатлениями от старта сезона. Хочется мне поговорить, знаете ли, о нем. Обязательно не пропусти, подпишись, жмякни в колокольчик, если не устал от его упоминания за время этого данжа. Ну а если хочешь поддержать существование канала, и сказать спасибо за гайды, подпишись на страницу Бусти. Ссылка также будет в описании. Спасибо, и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok